В проповедях, когда я бываю в гостях, почти всегда это тема реформации, потому что Бог призвал меня к этому служению. И в первую очередь я говорю, конечно, о реформации православной церкви, но я убежден, что реформация сегодня необходима всему телу Христовому, всей церкви вкупе. Но реформация в разных деноминациях, она по-разному выражается. Имеет свои какие-то особенности в каждой деноминации. Допустим, в протестантских церквях есть свои особенности реформации. Допустим, вас не надо убеждать, евангельских верующих, протестантов, не надо убеждать, как правило, читать Библию. Вы уже в этом наставлены. Наших православных нужно еще убедить в этом, что нужно Библию читать. Понимаете ли? Вот, к примеру, такая маленькая особенность. И много других вещей. Я буду рассказывать по ходу, я этим хочу поделиться также. По ходу хочу поделиться именно как раз программой реформации, будем договорить. Программой реформации православной церкви, в первую очередь, конечно, и реформации христианства вообще. Тем более, что сама тема сегодняшняя и в эти дни сравнительное богословие, она к этому меня подталкивает сама. Потому что, когда мы сравниваем, то мы, я думаю, любой нормальный человек согласится, мы сравним для чего-то. Если мы сравниваем, то мы что-то выбираем, соответственно. Когда мы сравниваем, то мы выбираем нечто лучшее. Помните, наверное, сказку все? Огниво, да? Старая такая сказка. Есть фильм такой. Я люблю сказки вообще-то. Ну и потому что еще у меня шестеро детей все-таки. Это тоже обязывает к чему-то, да? Сказки любить надо. И вот есть сказки такие очень назидательные. И вот Огниво, начнем, наверное, с этого сегодня, тема, да? Со сказки. И там есть такой сюжет. Значит, солдат, которого ведьма хотела кинуть, будем так говорить, чтобы он достал ей Огниво. Но солдат не подозревал ничего. И вот он оказался в подземелье. И вот он оказался в комнате, где, допустим, там какие-то деньги лежат. Ну там были медные деньги. Ну, допустим, русские рубли лежат там. Много. Он попал в такой сейф, где там много русских рублей. Он взял свой ранец, конечно, не дурак солдат. Он взял и набил этот ранец рублями. Попадает в другой сейф, а там долларов навалено немерено. Он вытрусил рубли, долларами забил. Он же понимает, это дороже деньги. В третий сейф попадает, а там евро вообще. И они заставлены прямо до потолка. Он, конечно, вытрусил доллары и давай евро набивать. И вот на самом деле, когда мы сравниваем, то мы выбиваем из себя, мы вытрушиваем из себя то, что менее ценно. То, что нам не пригождается. Или то, что изжило себя уже. И принимаем то, что лучшее. В общем-то, каждый из нас ищет то, что лучше для нас на самом деле. Если бы мы не искали то, что лучшее, мы бы здесь не сидели вообще-то. Мы бы здесь не находились. Мы бы вообще не пришли бы к Богу даже. Если бы мы не искали лучшего, а это заложено в естественном любого нормального человека. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Если бы мы не искали лучшего, мы бы вообще не пришли даже к Иисусу Христу. Зачем? Мы бы жили сами по себе. Но верующие, в отличие от неверующих, они правильно находят и находят лучшее, настоящее лучшее. Неверующий человек, он еще не имеет этого лучшего. Но любой пришедший к Богу человек, он в первую, наверное, одно из первых переживаний, что ли, человека, пришедшего к Богу. А где я был раньше? Одно из первых переживаний у любого верующего. Будь то пришедший в 13 лет или пришедший в 80 лет, всегда одна и та же мысль возникает у человека. А где я был или где я была раньше вообще? Как я мог раньше? Или как я мог раньше? Не знаю, Бога, как я мог вообще раньше жить, как я жил раньше. Но слава Богу, что пришли к Нему. И у любого, кстати, верующего возникает еще одно чувство. Оно общее для всех нас. Все то, что было в нашей жизни до прихода к Богу, кажется чем-то ненастоящим. Кажется каким-то сном даже. У кого-то страшный сон, даже кошмарный сон. У кого-то так ничего себе, вполне хороший, приличный сон. Но все равно ненастоящее. Когда мы приходим к Богу, мы видим настоящее. Мы видим, что прежнее, что было у нас, это было фальшивки. И дьявол, он такой фальшивый манейчик, будем договорить. Но то, что мы получаем у Бога, в Боге, с Богом, это настоящее. Это правдочное. Это правдивое. Это истинное. Я пережил встречу с Богом в раннем возрасте. Первая моя встреча с Богом. Мне было 12 лет. 13-й год мне шел тогда. И я умер от пневмонии, двусторонней пневмонии. Я переживал смерть, то, что можно назвать клинической смертью. И я вырос и рос в семье вообще атеистической. Я немного буду отсвиделись, походу, чтобы вам было понятно. И вы знаете, друзья, и чтобы представиться, конечно. И вот я вырос в семье атеистической, где Бога не знали. И я само слово «Бог» я не слышал. Ну, слышал, я потом вспоминал, пару раз я услышал о Боге, но это было в школе, и там говорило, что Бога нет. Ну, советская школа. В общем-то, вот на этом исчерпывались в этом все мои познания вообще о Боге. Но когда я вернулся оттуда, я не мог быть атеистом уже, потому что я знал, что Бог есть. И самое интересное, когда умер, то первое мое переживание, надо же, а меня обманывали. А мне не сказали, что Бог есть. Кстати, я знаю некоторых людей, которые пришли оттуда также. Но они умирали взрослыми, правда. И Господь дал им шанс снова жить. Один из наших священников, кстати, мною рукоположенных, но на сегодняшний день он не проводит служений по состоянию здоровья. Но рукоположенной мною, он в России трудился, на севере России. И вот он переживал смерть, и потом тоже воскресенье пережил. Он задохнулся в автомобиле, это было летом, была жара. И он был неверующим человеком, он был атеистом вообще. Он даже свою жену, которая уверовала, ходила в такую же церковь, он ее преследовал и даже избивал даже. И был очень жестоким человеком. И Господь его помиловал. У него тоже переживания были, возвращения. Я скажу так, что оттуда, кто пришел, я не знаю ни одного атеиста. И знаете, друзья, я Бога благодарю, но когда я оказался там, перед Господом, я это понял, осознал почему-то, что это я пред Богом, то я чувствовал себя самым плохим мальчиком. Я думал, хуже, наверное, мальчик вообще не было никогда вообще. Потому что вся моя жизнь, которую я видел на таком как бы жидкокристаллическом телевизоре, можно так грубо говорить, только хрустальном как бы, вот она была жизнью для себя самого. То есть я жил как эгоист, жил только лишь для себя самого. А в том измерении это хуже всего вообще, я так понимаю. Что это самое отвратительное, что можно себе представить, жить для самого себя. Я только одному говорил, Бог, пожалуйста, прости меня. Вот примерно так и все. Но Бог был милостив ко мне и дал мне шанс еще один. Дубль два. И я вернулся. И Бога благодарю за то, что это произошло в моей жизни, что я не сгнил в могиле, а вот сегодня стою перед вами и проповедую Евангелие, и учу. И у меня жена, и вот шестеро детей, которые Бог нам подарил. Я Бога за это очень благодарю. И, друзья мои, я сказал вначале, что тема сравнительное богословие. Но с чем и что мы будем сравнивать? Вы знаете, тема обширная. Я не хочу даже, я скажу так, я не смогу даже за эти дни охватить эту всю тему большую. Потому что сравнительное богословие бывает, допустим, сравнительное богословие мировых религий, допустим. Я тоже этого буду касаться немного, но в меньшей степени. Допустим, христианство, ислам, иудаизм. Или, допустим, христианство и другие, там, мировые каба-религии, другие еще. Сравнительное богословие бывает и таким. В Одессе, допустим, в библейском институте миссионерском, я как раз такой темой, как раз вот и бываю. Христианство, ислам, иудаизм. Доктрины вот таких трех религий. Почему там, в Одессе, эта тема спросом большим пользуется? Потому что многие люди, кто обучается в этом институте, они потом едут трудиться в страны арабского мира, в Турцию, в Израиль, в некоторые другие регионы. И им необходимо знать, во что же верят те люди, которым они едут. Чему учат, допустим, ислам или иудаизм по поводу, допустим, тоже доктрины спасения, допустим. Как спасается обычный религиозный еврей или как спасается, как он думает, обычный религиозный мусульманин. И что мы, христиане, можем им дать. Вот как в старой доброй сказке про огнивы. Как мы можем показать, что у нас нечто лучшее, чтобы человек, посмотрев на это лучшее, он выбросил бы прежнее, что в нем было и наполнился бы новым содержанием. Как показать, что Христос – это на самом деле уникальнейшая личность. Как показать, что Иса Масих – это не просто один из пророков. Я общался с одним бывшим мусульманским священнослужителем, который 29 лет прослужил в мечети. Он закончил Каирский университет. Сегодня он евангелист, сегодня он христианин, пропадет Евангелие. Он чернокожий, он франкоговорящий, из Африки, но в своей родной стране он не может показаться, потому что его приговорили к смерти. Потому что, покаявшись, этот мусульманский священнослужитель, он стал врагом чужим среди своих. И потому что, будучи священнослужителем мусульманским, он знал доктрины своей церкви, ну, не церкви, извиняюсь, религии своей, своего направления религиозного. Но, по его словам, жизнь его не имела самого главного. Вы знаете, любой человек, он ищет добра, я об этом в начале сказал. Любой человек, нормальный, вменяемый человек, он ищет лучшего. И это заложено в человека. Многие проповедники говорят о том, что Бог, создавая человека, оставил в его сердце пустоту. На самом деле, эта бездна, она может быть заполнена только лишь бездной Бога. Бездна бездну призывает. Подобное, подобное ждет. И человек создан Богом, и он по образу и подобию создан его. И ничем не может быть человек удовлетворен, только лишь подобным, подобным. Подобный ищет подобное. Человек ищет Бога. Слава Иисусу Христу, друзья мои. И тот мусульманский священнослужитель рассказал, что толчком к покаянию было знакомство с одним тоже черным, но христианином, который сказал, что знаешь, говорит, если в твоей жизни будет тяжелая ситуация, то вспомни, что Иса Масих, он не просто пророк. Он не просто один из пророков, а он спаситель. Он Господь. И тогда тот священник мусульманский, он не воспринял это серьезно. Но однажды в его жизни были очень тяжелые, на самом деле, такие испытания, будем так говорить. И со здоровьем, и в семье. Внешне все было как бы хорошо, но на самом деле все было нехорошо. И вот он рассказал, как однажды, да, он не мог уже в мечеть даже приходить, потому что болезнь была такая, что он даже на намаз у себя дома не мог подняться, только с посторонней помощью. Врачи приговорили его уже, по сути, и на нем крест поставили, или как бы полумесяц. Ну, одним словом, все уже. Сказали, что все уже, значит, уже хода нет обратного, что болезни неизлечимы. Он гнил весь внутри. Это была страшная болезнь. И вы знаете, друзья мои, однажды он у себя дома, совершая намаз, он не мог подняться и просто плакал уже перед Богом уже, и вот говорил своими словами на своем родном французском языке. И потом он сказал примерно следующее с его слов, примерно следующее, что Иисус, ну, Иса, если ты не просто пророк, если ты не просто тот, о котором говорит Коран, но если ты нечто большее, если ты на самом деле спаситель, то спаси меня, пожалуйста. Видишь мне, как очень плохо. И вы знаете, он так это в отчаянии таком сказал, что вы знаете, он почувствовал ответ. Он не слышал ничего, внешне ничего не изменилось, но он почувствовал, что-то изменилось внутри него. И представляете себе, в течение короткого времени он полностью исцеляется. Полностью. И он связывает это вот с тем моментом как раз, его отчаянно в таком молитве, его вопля. И представляете себе, он еще год оставался тайным христианином, он читал Новый Завет на французском языке. Он, значит, приходя домой, он говорил с Иисусом, но внешне он оставался молой, также он ходил в мечети, совершал намаз. Но приходя домой, он говорил еще один намаз своими словами уже. И это было перед Богом его молитвой. Но однажды слова из Евангелия очень сильно коснулись его, слова Иисуса, что если кто пред людьми меня исповедует, того и я исповедую пред Отцом, пред ангелами. И это очень сильно его коснулось. И однажды было собрание священнослужителей, и один из священников мусульманских, он очень плохо о христианах стал говорить. И о христе даже, ну не о христе, но, а именно о проповедующих Христа, будем так говорить. И, то есть, о христе как о Боге, что это невозможно и прочее. И вот, и представьте себе, этот мусульманин, тайный христианин, он просто, он понял, вот этот тот день, вот этот час. Потому что есть оборотная сторона медали, что кто отречется, от того я отрекусь. И он понял, это момент истины. И он сказал, что, вы знаете, братья, помните, что было год назад? Да, 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 Аллах Акбар говорит, да, чудо, Бог совершил в твоей жизни, значит, слава Богу, значит, что, значит, вот это все произошло. Он говорит, да, слава Богу, но я не всю правду вам рассказал. А что случилось? Я вам расскажу, как все было. И начал все рассказывать. И дошел до того, что он уже есть сам христианин. И он говорит, настоящий ислам я нашел в Иисусе Христе. Первая реакция, они думали, что он сумасшедший, он сошел с ума. Но потом, через некоторое время, когда поняли, что он не шутит и что он не сошел с ума, вот, они хотели убить его. Он был вынужден покинуть свою страну, свою родину. И вот, друзья мои, почему тот мусульманин стал сегодня верующим христианином? Он избрал нечто лучшее, большее. Он увидел выбор, когда великое дело, когда есть выбор у человека. Великое дело. Но горе тем, кто не имеет такого выбора сейчас. Горе большое тем, у кого нет этого выбора, кто не видит, из чего же ему выбрать. Кто просто-напросто живет в своем... Вообще, реформация, друзья мои, любая реформация, и реформация в сегодняшнем времени, имеет такие как бы благородные цели. И одно из действий реформации всегда, в истории человечества так было всегда. Вот вспомним реформацию 16-го столетия, другие реформации, небольшие пробуждения. Реформация всегда влияет настолько на человека, что изменяет человека. Реформация заставляет людей думать. Реформация заставляет, толкает человека, побуждает человека думать своей головой. И вот реформация в сегодняшнем времени, это тоже в этом имеет большую благородную задачу. Мы должны заставить людей думать. Мне нравятся слова одного реформатора православного, он уже ушел в вечность. Я очень уважаю его память. Это Сергей Сергеевич Аверинцев, академик московский, член Академии наук СССР, потом член Академии наук уже России. Он недавно ушел в вечность, этот человек. Он не был священником, он был академиком, лингвистом, но он сделал для реформации православия больше, чем очень многие священники вместе взятые. И многие священники, они даже упрекали его в том, что он академик и занимается реформацией православной церкви. Как бы лезет не в свое дело вроде бы. И упрекали его, и досаждали порой ему. Вы знаете, Сергей Сергеевич говорил так очень часто, объясняя, почему он этим занимается. Он говорил, заходя в храм, я, говорит, снимаю шляпу, но не голову же. Заходя в храм, я снимаю шляпу, но не голову же. Вы знаете, друзья мои, великое дело, когда кто-то в храме не снимает головы своей и остается думающим человеком. Бог таких людей очень сильно любит и очень сильно благоставляет. И, друзья мои, я убежден, что сегодня пришло время думающих христиан. Кстати, Билли Грэм, один из величайших проповедников в истории христианства, наш современник. Первый из проповедников, кто попал в книгу рекордов Гиннеса, как проповедующий самым большому количеству людей вообще в истории человечества. И вот интересно, Билли Грэм, он сказал примерно следующее. На одном из последних крусейдов, что за последних 40-50 лет 20-го столетия обратилась к Богу, приняла Иисуса Христа как Спасителя своего, приняла крещение в согласии с верой. Примерно столько же, сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую. И сегодня, на сегодняшний день с Билли Грэмом согласны многие историки христианства разных динаминаций в этом утверждении согласны. Потому что, на самом деле, прошлые столетия, прошлые вот эти вот века, они имели тоже примеры массовых таких пробуждений, как бы, массовых крещений. Но это были крещения не по доброй воле, чаще всего. Это было, как бы, добровольно, но принудительно. Это было даже из-под палки, даже под страхом смертной казни порой. Допустим, вот крещение Руси взять, допустим, да? Я не знаю, была ли у вас тема история христианства на Руси. Но крещение Руси тысячи лет тому назад, оно состоялось в недобровольном порядке. Там не было выбора у человека, креститься ему или не креститься. Не было такого, допустим, чтобы миссионеры говорили, вот мы предлагаем вам креститься, допустим. Священники византийские, они не говорили, у вас есть выбор, у вас есть право выбора. Нет, этого права не давали людям. Князь принял такое политическое, религиозное решение. Вот Русь будет крещена теперь, все. Мы входим, значит, в Содружество христианских государств. Все, хорошо. И выполнить, и перевыполнить требовалось очень быстро все. На самом деле, греческие священники, миссионеры, они писали отчеты в Константинополь о перевыполненных этих обязательствах, о крещенной Руси. Русь была крещена огнем и мечом. Об этом пишут историки очень много. Летописцы, даже лояльные к режиму Владимира Ярослава Мудрого, они признаются в своих летописях, даже в этих летописях, цензурных летописях, все равно было упоминание о том, что путята крестил Русь мечом, а Добрыня огнем. И на самом деле, друзья мои, крещение такое, можно ли назвать крещением? Нет. В полном смысле слова, в библейском смысле слова, нельзя назвать крещением. А великий русский писатель Николай Лесков 100 лет назад, тогда, когда Российская империя, тогда еще существовала именно как империя, праздновала 900-летие христианства на Руси. Это было в 1888 году как раз. 900-летие христианства на Руси, принятие христианства. Открывались памятники, парады войск, торжества, балы. То есть много мероприятий, храмы строились, памятники в честь этого события. Допустим, в Киеве в это время как раз в честь 900-летия христианства на Руси был построен храм-памятник больших размеров, один из самых красивых храмов в Киеве. Это Владимирский собор киевский, красавец собор на самом деле. Воснецов его расписывал, один из моих любимых художников. И знаете, что интересно? Много что происходило помпезного, банкетов, фуршетов, но Николай Лесков в своем кабинете написал слова, которые прозвучали в истории громче, чем все эти парады, все эти залпы оружейные, парады победы. Он написал слова. «Русь была, говорит, крещена, но не просвещена. Крещена, но не просвещена». Это прозвучало громче всех тех фамфар. А еще в той же работе своей Николай Лесков написал следующее, что о самом крестителе. Вот я думаю, что он нашел как раз самую такую, ну как больной нерв нащупал исторического христианства, даже, скажу по большому счету, не только православие, а вообще христианство в целом, больной нерв нащупал. Он сказал так о Владимире, крестителе Руси, что он принял христианство, говорит, но не принял Христа. Он принял христианство, но не принял Христа. Друзья мои, это звучит как приговор. И когда я перечитывал Лескова, я вспоминал другого известного человека, не христианина, правда, но тоже очень сильно повлиявшего на христианство. Махат Маганди его, значит, его слова. Значит, он говорил это репортеру английскому. Это было интервью, которое очень сильно, будем так, пробудило многих англоязычных христиан. Он сказал такие слова, что если бы вы, англичане, это было в британской прессе напечатано, если бы вы, англичане, пришли к нам без пушек или ружей, а с Иисусом Христом и с Евангелем Иисусом Христом, то вся бы Индия была бы у ваших ног без единого выстрела. Представляете, как сильно было сказано? Слава Богу, это пробудило очень многих христиан тогда. И еще его фраза знаменитая в том же интервью. «Я люблю Христа, но не люблю христиан». И он объяснял, почему он не любит христиан, почему он полюбил Христа. Он говорит, что христиане, они насилуют наш народ. Они относятся к нам, индийцам, как к людям второго сорта. Они выкачивают наши недра. Они убивают наших детей и женщин. Примеры массовые были истребления индийского населения. Британская армия открывала огонь из орудий по селам, которые отказывались принимать миссионеров на свою территорию. Были такие трагедии. Да, многие миссионеры такие, вот такие вот миссионеры. Их было много. Нет, были настоящие миссионеры, герои веры. Были самотвержденные проповедники Евангелия там в Индии. Но вот такая была ложка дегтя. Такие миссионеры, которые на штеках строили, созидали христианство в Индии, они скомпрометировали Христа, скомпрометировали Евангелие Царства. Друзья мои, медвежья услуга Царству Божьему. То, что мы сделали там в Индии. И также то, что сделал князь Владимир тысячу лет назад, тысячу двадцать лет тому назад, значит, в Киеве, в Руси. Медвежья услуга Царства Божьему. Иисус в таких медвежьих услугах наших не нуждается. Его Царство Божье на штеках не строится. Его Царство Всемогущего, Всемогущего Бога, оно не нуждается в политических таких методиках, друзья мои, в политтехнологиях таких. И, значит, миссионеры британские писали отчеты в Лондон официальный о выполненных, перевыполненных, окрещенных, перекрещенных и прочее. Но все это рухнуло очень быстро, вскоре. Друзья мои, еще Наполеон Бонапарт говорил знаменитую фразу такую, что на штеках можно много что сделать, но нельзя на них сидеть. На штеках можно много что сделать, но нельзя на них сидеть. И на самом деле можно созидать империи на штеках, можно покорять народы штеками, но нельзя сидеть на штеках. И то же самое, допустим, можно, пример такой же приведу, из нашей уже российской истории, когда в Петербург официально еще царский, царского времен самодержавия, приходило много отчетов с Чукотки, с Якутии, с тех регионов дальних, тоже окрещенных, перекрещенных местных народностей. И в Петербурге за голову схватились, потому что, согласно отчетам, получается, что там население такое большое. Ну, понятно, нужно было подключать налоговую инспекцию, наверное. Проверки пошли. Откуда там столько населения? Во всей Чукотке там нет столько населения, сколько было крещенных там. Оказывается, ну да, были приписки, конечно, было такое очковтирательство религиозное. Как говорится, крестил 10, 5 в уме там и прочее. Но чаще всего даже не в этом дело было, не только в приписках, а еще было дело в том, что миссионеры, батюшки эти православные с Петербурга, они крестили как ведь? В основном за гуманитарку. Ну, каждый чукщик крещеный, допустим, получал ружье, боекомплект, ну, как бы память о крещении, допустим, да. Значит, женщины получали гуманитарные платья, которых они никогда в жизни не видели вообще. Для них это было бусы всевозможные и прочее. Ну, то есть покупали тогда север русские буквально за погремушки, за зеркальце и прочее. Ну, как, в принципе, очень часто в истории христианства мы видим такие примеры. Ну, опять-таки, медвежьи таких услуг царства Божьему. И вот, но чукщик тоже не дурак. Вы знаете, получая ружье, он через месяц снова приезжал со своей семьей, и все крестились. И получал еще одно ружье. Потом еще одно ружье. Проверяю еще из Петербурга, за голову хватались. У некоторых чукщиков, в этих домах их них, там было много ружей с прошлых крещений. И целый арсенал уже, так, чтобы батюшки вооружали чукотку хорошо. Но, вы знаете, и смех, и грех. Вот на самом деле такое крещение, конечно, оно кому нужно. Я недавно познакомился с человеком с одним, с заместителем губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа. Мы с ним познакомились в Берлине на выставке Грюне-Вохе. Это «Зеленая неделя». Ну, в ДНХ только международная, европейская. И там был павильон России. И в павильоне России, конечно, самым шикарным, на мой взгляд, был как раз Ямал-Ненецкий округ. Там эти, как называется, не вигвам, а как, ну, яранга, может, ну, дома эти вот сделаны были. Там макета оленей, значит, ходили там эти вот среди немцев, ненцы, значит, ходили, значит, в костюмах национальных, значит, там, с бубнами, там, значит, там, с олениной, значит, с икрой какой-то там, какого-то там ихнего вида рыбы и прочее. То есть, ну, было очень впечатляюще, зрелищно. Я там оказался единственным батюшкой. И меня губернатор пригласил на застолье. Правда, они удивились, что я не пью с ними. Батюшка, а вы наши веры? Да, было о чем поговорить, конечно. Вот, и, так вот, этот замгубернатора, он рассказывал, говорит, а мы, говорит, посещали вот эти северные такие регионы, этого округа, где, говорит, вот живут там такие, ну, как бы, народности. Еще там, ну, мало было, кто там побывал вообще-то. Там олени, у них там, у них свое хозяйство какое-то там, рыбы они ловят. И вот, интересно, говорит, они себя во многом православными считают, потому что их еще при царском самодержаве покрестили. Но они, вот, допустим, там икона, особенно Николай Угодник, очень сильно страшный для них бог, это очень-очень сильно страшный бог, потому что он очень созвучен с именем бога ихнего национального, старого какого-то. И вот, обычная икона Николая Угодника в каждой вот этой юрте, или там, что у них там, Яранга, там что еще. Значит, икона Николая Угодника, рядом стоит какой-то национальный, там, старый такой бог такой, значит, ну, идол такой, значит, значит, весь закопченный, значит, да, ну ладно, подробности опущу, значит, обычно они не очень, ну, как бы, хорошее изображение. И вот, и, значит, и эти иконы, и ихние боги завернуты в какой-то либо шинель, либо там, значит, в какой-то тулуп, а мы спрашиваем, а почему завернуты эти иконы? Ну, бог же холодно говорит. У них нижнее белье, наверное, фуфайка, штаны какие-то, потому что там очень холодно на самом деле. И вот, значит, они икону заворачивают, чтобы богу не было холодно. Вот такая иллюстрация именно невежества, невежества. Ну, друзья мои, Иисус сказал, Иоанна 8,32, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Пусть это будет таким эпиграфом сегодняшним. Иоанна 8,32, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Я хочу прочитать из книги «Второзаконие», из «Второзаконие», 30-й глава, 15-й по 20-й стих. Книга «Второзаконие», 30-й глава, 15-й стих. И далее. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить, и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и забудешь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не будете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для овладения которой ты переходишь Иордан. «Восвидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего и слушал глаз Его, и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог, склятываю, обещал дать отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову, дать им». Аминь. «Избери жизнь». Это будет девизом, то будет эпиграфом из Нового Завета, а из Старого Завета, Второзаконие 30 глава, это будет как раз нашим девизом. «Избери жизнь». Друзья мои, то есть это в конце 19 стиха, прочитанного. «Избери жизнь». Друзья мои, я буду больше говорить, конечно, о сравнительном богословии внутрихристианском. Буду говорить больше, сравнивая даже доктрины некоторые. Традиции, учения, внутрихристианских динаминаций конфессий. Православие, протестантизм, католицизм, ну и некоторые другие направления еще, которые тоже как бы христианскими называются, но которых очень трудно даже назвать христианами. Я могу дать, допустим, рекомендацию даже по поводу, допустим, таких, как я называю, ложных христианских таких направлений, допустим, мормонов. Не знаю, был ли у вас урок по сектоведению, или как-то еще называющее. Был, да? Апологетика, да, защита веры была у вас. Апологетика, замечательно. Значит, уже у вас это пройдено все. Потому что я первый раз, я еще не знаю, какие у вас предметы были, какие будут. Но по апологетике мне очень нравится Джош Макдауэлла. Книга, значит, «Неоспоримые свидетельства». Его книга стала уже таким очень известным бестселлером христианским. И обманщики его книга как раз по поводу культов, называющих себя христианскими. Или же направления, которые близки именно к культу, будем так говорить, близки их заблуждениям. Но я все-таки буду больше говорить не о вот таких культах или близких к культам направлениях. Я буду говорить именно о тех христианских церквях, тех деноминациях, которые все-таки вероучительно на определенной позиции стоят, библейской позиции. Потому что, вот, к примеру, Никео-Цареградский символ веры из истории церкви, наверное, помните, да? Никейский символ веры. Он считается общим для христианских церквей. Насколько я знаю, и в сборниках, допустим, писятинических, баптистских, сборниках певческих, есть этот псалом, он как псалом обозначен там под номером с дополнительными песнями, песнь Возрождения, под номером 1111. Верую во единого Бога Отца, Всемогущего и прочее. В каждом правоославном храме и служении символ веры читается как минимум, обычно поется. У нас в церквях тоже он декларируется, символ веры, поется символ веры. У нас каждое служение. Не знаю, как у вас, но я, кстати, думаю, это очень даже хорошая традиция, и мы, может быть, даже ее тоже исполним, может быть, завтра даже вместе, скажем, с символ веры. И вот это исповедание веры, оно общим считается для христианской церкви. Каждое там утверждение, оно имеет обоснование библейское, и не просто, даже, скажу так, не только букву Писания, не только в букве Писания есть обоснование каждого этого утверждения, но еще в самом духе Писания. То есть в контексте всей Библии это правдивые утверждения, символы веры. И вот я буду больше говорить как раз именно о церквях, деноминациях, держащихся вот этого символа.